Улица энтузиастов Предлагали разное. Кто-то считает, что в этом месте необходимо установить светофор, хотя бы кнопочный. Кто-то думает, что здесь будет достаточно лежачего полицейского. И есть те, кто видят проблему только в недостаточном освещении. Узнаем у волгодонцев, что думают они. Какие меры могут предотвратить аварии на данном участке. Можно полицейского лежать сюда ставить. Там повыше хоть чуть-чуть. Там на курчатике с кнопочкой. Вот переходишь, все равно летит и все хоть куда. Вот телефон здесь и все, он не видит даже. И причем очень часто женщины. Очень многие проходят мимо пешеходной дорожки. И тут многие случаи бывают, что сбивают людей. Это очень-очень опасно. Как улучшить безопасность здесь, на ваш взгляд? Во-первых, люди должны быть внимательнее и обращать внимание на движение машин. На движение полицейским добавить. Это безопасный пешеходный переход? Ну, относительно. Освещения очень нет. Плохое освещение, оно светит ровно по краям. Я по ночам езжу, я не вижу пешеходов. То есть я уже приближаюсь, подкрадусь к пешеходному переходу, чтобы уже увидеть пешехода. Ну и самих пешеходов надо учить. Прежде по сторонам посмотреть, а потом выходить на пешеходный переход. Я за освещение и за просвещение пешеходов. Переход нерегулирован на Черниково вот здесь вот. Абсолютно та же самая ситуация. Нет освещения. Подъезжаешь к пешеходному переходу, людей не видно. Вот этот пешеходный переход, он безопасный, по вашему мнению? Мы считали всегда да. Считали да. И бабушку сюда отправляем и детей. Ну, значит, теперь не будем отправлять. Только светофор поставить. Только светофор. Ну, тут на каждом шагу тоже не поставишь. Здесь тоже не получится. Поэтому только такой выход. А без светофора это на любом переходе может что-то случиться. Водитель всякий бывает. Здесь стоят машины и не видно, идет там человек, не идет. И когда останавливаются автобусы, во-вторых. То есть, да, не видно, идет отсюда человек, не идет, непонятно. И, ну, улучшить можно тем, что запретить здесь ставить машины. Освещение тут, в принципе, нормальное. Потому что здесь достаточно магазинов и это все дает освещение. А вот лежачий полицейский, кстати, да. По этой же улице ехали. И неконтролируемое вообще движение. То есть, люди, они не видят, как будто куда они едут вообще.